Друзья, всем привет! Тбилиси мне так понравился, что я решил провести здесь еще одну ночь. Вау, как круто! Отельчик вот такой. В общем, я поставил... Я не знаю, как я его нашел, короче говоря. Я поставил, чтобы была парковка для моей машины и чтобы было спа. И, в общем, мне вот дали вот такой вот номер. Здесь прям встречает грамота такая. Крутая. Балкон есть, гигантская кровать, очень большая. Просто очень большая. Шкаф, да и вообще сам по себе номер очень большой. Вода, чайник. Самое главное, это чайник для меня всегда. Потому что я люблю чай, кофе, литровая бутылка с водой. И белая кровать я тоже очень люблю. Балкон есть. Здесь, по-моему, есть еще бассейн, если я не ошибаюсь. Вон там, наверное, он. Вон там моя машина стоит. Прямо с балкона видно. Супер, супер, отель, супер. Я вам, наверное, его буду рекомендовать даже. Zipi Plaza. Он называется. Да. А, Zipi Palace. Zipi Palace, отель. И он находится вроде как даже в центральной части Тбилиси. Два халата. Отлично. Еще и завтрак есть, сейф есть. Все, что нужно, в принципе, есть. Еще и спа здесь есть. Можно на массаж сходить. Круто. Мне нравится. Чуть-чуть сейчас передохну и пойду на прогулку. Здесь тоже что-то. Ну, он такой уютненький. В Тбилиси, в Грузии вообще все вот это сконцентрировано. Создано все для туристов. И как в Турции здесь туристов очень любят, умеют встречать. И вообще гостеприимная такая страна. Я здесь просто кайфую. А, давайте посмотрим. Видно, что здесь у нас. Ну вот, он, Тбилиси, он находится вот так как бы в ямке. Вон там, прямо за вот этими кипарисами, за этими елками телебашня. То есть, ну, вид, грубо говоря, на телебашню. Я там сейчас ехал, там такие улочки небольшие, уютные. Там продают всякие разные одежды, всякие разные поделки. Ну, я думаю, я сейчас чуть-чуть передохну и пойду погуляю. Вот, собственно, бассейн. Сегодня его чистят. Сказали, что сегодня почистят и завтра можно будет купаться. Возможно, утром я даже приду и искупаюсь. Ну да, действительно, мне дали прям очень хороший номер. С видом на Тбилиси. Супер. Мне нравится, что у них здесь очень большая территория. И, в принципе, для всех гостей охватит место для парковки. И еще они сказали, что там ворота, они закрываются. Ну и плюс ко всему еще видеонаблюдение. А здесь шезлонги, можно позагорать. Вышел немного погулять, прогуляться. И первое мое наблюдение, что здесь очень быстро, во-первых, меняется погода. Во-вторых, здесь не пропускают пешеходов вообще абсолютно, как и в Турции. Еще у них очень много машин. Вот такие вот Lexus. Они только появились в Казахстане совсем буквально недавно. Их уже здесь очень много. И вот такие вот дома. То есть, дома могут уже как бы рушиться, разрушаться. Но все равно их очень много здесь. И они имеют место быть. Очень много людей, которые любят вот так вот рисовать на стенах. И вообще на всем, что угодно. На знаках, на всем. К счастью, у нас это либо с этим как-то борются. Либо просто у нас отсутствуют художники. Потому что здесь, ну, просто повсюду. На каждом здании, на каждом каком-то плакатике. Еще где-то на каждой стене будут обязательно эти граффити. Даже на мусорных баках это разрисовали. Вот. Архитектура очень интересная, красивая. Я думаю подняться до вот этой вот башни, до телебашни. Это одна из самых высоких точек здесь. И как раз посмотреть на город, показать вам. А я живу где-то вот там, за вот этим серым зданием. Там есть отель. Или вот здесь где-то. Ну, по сути, здесь все рядом. Вот там протекает река очень большая. С таким мощным течением. И она делит город пополам. Во всех, пожалуй, больших городах вы можете взять тур вот на таком вот... ...автобусе. И там есть гиды на всяких разных языках. Звуковое сопровождение. И вы можете... Он вас провезет по всем достопримечательностям. Это, ну, пожалуй, самый быстрый способ, которым можно изучить город. Если у вас, конечно же, нет машины. А так, в принципе, здесь можно арендовать вот такие вот самокатики. Как и во всех, пожалуй, наверное, сейчас городах. Или велосипеды, или даже машину. Ну, или на такси передвигаться. Замечательно, что здесь очень много туристов. И прям со всех стран я слышу всякие разные языки. В России, вот, даже в больших городах, я... В России и такого не было. Вот даже в больших городах, Волгоград, еще что-то. Там практически вообще туристов не было. Это, видимо, связано... Это, видимо, связано с геополитикой. Видите, вот повсюду вот эти вот надписи. Повсюду. Просто все здания, все фасады взяли и зарисовали. И, видимо, здесь у них нет никакого контроля над этим. И они, короче говоря, что хотят здесь, то и делают. Так, что это у нас? А, это похоже на жилой дом, друзья. Я, конечно, могу ошибаться. Возможно, это какое-то коммерческое здание. Но оно такое вот историческое. Там фонтан еще. И еще они любят вот всякую разную живопись, картины. И очень много книг. Книг читают и книги продают разные. Вот так выглядит у них метро. А это памятник Руставели. И рядом Макдональдс тоже вот в таком вот здании историческом. Обычно Макдональдс строят себе здание сами. А здесь они, видимо, арендовали вот какое-то такое. Выбрали, поняли, что здесь рядом с метро будет хорошее место. И просто взяли, видимо, его сняли в аренду. Хотя, возможно, даже купили. Как вам такой дом? Это тоже вот сталинских времен. Очень хорошо видно, как они делали вот нижнюю часть вот в виде крепости. И выше легче и легче. Вот жилой дом. И опять же все обрисовано, изрисовано. Здесь еще можно очень много встретить вот таких вот машин. Это грузинская машина, но украинский флаг в поддержку Украины. И вот видите, вот, допустим, вот этот Мерседес, он неправильно припаркован. А вот эта вот машина, у нее чуть-чуть вывернуты колеса. Но не сильно. Сейчас я вам покажу. Собак здесь очень любят. И они здесь добрые. Вот на домах тоже украинский флаг. Вот здесь можно любопытные такие встретить места. Вот балкон дома, обычный, простой. И здесь три флага НАТО, Евросоюз. И прямо под окнами машина с российскими номерами стоит. Удивительно, как здесь все мирно живут, уживаются. Ну, все равно некоторые россиянины, когда едут на машинах сюда, они опасаются, что у них там срывают номера или там еще что-то как-то пакостят. Вот, пожалуйста, балкон. Прямо над тротуаром. Это жилой дом. Мне сказали, что здесь есть рядом фуникулер. И на нем можно подняться. А это вот типичный, по всей видимости, двор, в котором живут люди. Интересно. И картины здесь, и рисуночки какие-то, и балконы. Все что угодно. Что я вам хотел показать. Если вдруг эта машина покатится, по тем или иным причинам, она упрется в бордер. И вот эти все машины, в том числе вот этот Maybach Marsalis, они неправильно припаркованы. Вот там кто-то камушек подложил. Но если вы будете в Америке сдавать на права, и инструктор скажет, там, типа, машина вот так, как ты руль поставишь. А если вы скажете, ровно оставлю, вы не сдадите на права. Я когда сдавал на права в Америке, вопрос был. И именно там играет роль, куда идет склон. Если вот, допустим, машина с задом к склону, у нее в одну сторону руль выкручивается. А если перед, в другую. Повсюду флаги. Да, конечно, здесь в Тбилиси прям поддерживают очень активно Украину. Я уже почти дошел. Когда с отеля смотрел, казалось, что вроде бы далеко. Но на самом деле так быстро дошел. Я здесь вообще не отметил и не встретил какого-то отношения предвзятого. То есть я со всеми разговариваю по-русски. И никто не знает, по сути, что я с Казахстана, что я даже не с Россией. И, ну, абсолютно нормальное ко мне отношение человеческое. Можно также подняться песочком по лестнице. И, в общем, я так решил их как раз-таки сделать. И на половине пути меня встретил. Вот здесь храм такой, крепость. Очень красивая. И здесь есть лавочки. Тоже можно отдохнуть. Очень культурно. Я пришел откуда-то вот оттуда. Даже не знаю, откуда. Ну вот, собственно, даже вот отсюда уже можно разглядеть город Тбилиси. Как он расположен. В принципе, он расположен тоже так же, как Алмата. Внизу, в долине. И, вот как я вам уже говорил, пополам город делит вот эта вот река. Очень большая. Она проходит через всю Грузию. И потом в итоге впадает в Каспий. А вот там где-то за холмами у них водохранилище, в котором я сегодня как раз-таки ночевал. А! Вон оттуда я пришел. Вот я помню вот это серое здание. Там где-то за ним я живу. Кажется, что вроде бы далеко. На самом деле, все здесь рядом, все близко. Здесь у них живут ящерицы. И любопытно, что, во-первых, все так же изрисовано. Обрисовано. Эта дорога туда вверх идет. И вот эти вот колонны, это они уже их позже усилили вот этими вот металлоконструкциями. По всей видимости, они начали расшатываться, потому что эта штучка древняя достаточно. И, в общем, вот так ее со всех сторон усилили, стянули металлическими пластинами. И так она вроде как крепче становится. Поднялся я по лесенке. Вот здесь вот видно, как этот ходит фуникулер. Этот, значит... И, в принципе, здесь не так высоко. Я думаю, здесь около 100 метров набор высоты. А там есть еще один фуникулер. И изначально вот эта вот дорога фуникулерная, она строилась как общественный транспорт. Потому что у меня за спиной еще есть один район Тбилиси. И, наверное, со временем будет туннель через эту гору. А сейчас можно вот попасть туда, значит, на этом фуникулере. Ну и, соответственно, можно на машине заехать. Там есть парковка. Рестораны здесь есть. Там за этим рестораном есть и левышка. Ну, я думаю, это подобие нашего Коктюбе. Когда вы на Коктюбе поднимаетесь, в Алма-Ате там тоже видно весь город. И стоит телевышка. И, в принципе, отсюда можно прям все разглядеть в деталях. Как вот река проходит. Возле реки проходит такая магистраль небольшая. Основная городская. Ну, и вот я пришел откуда-то оттуда. Около 200 метров у меня был набор высоты. Башня, телевышка. А здесь они строят еще один фуникулер. За забором видно. И, по всей видимости, он будет поднимать людей из другой части города. Я думаю, откуда-то оттуда. Потому что там, ближе туда, в ту сторону, там центр. Самая центральная часть. А здесь вроде как бы старый город. Если я не ошибаюсь. Здесь еще есть Луна-парк. И, оказывается, вот фуникулер был открыт в 1938 году. А вообще парк открыт в 1905 году. То есть, больше 100 лет он уже работает. Я только что обнаружил, что, оказывается, здесь есть такой трекинговый маршрут. Вот мы поднялись с вами возле фуникулера. Прошли мимо церкви. Поднялись на телебашню. И сейчас я ушел не назад, стал возвращаться. А пошел направо. По-моему, на рекало. Это место называется. И там памятник Мать Грузия есть. И вообще весьма... Это безопасный такой трекинговый маршрут. Потому что здесь все залито в бетон. Есть поручни. И никто здесь не ходит. Есть вот такие вот места отдыха. Где можно пофотографироваться. Просто так время посидеть, провести. Вот. Ну и, соответственно, эта вот тропинка вся проходит с птичками. Здесь в лесу. Полноценный трекинговый маршрут. Около пяти километров. И набор... И сброс высоты где-то 500 метров примерно будет. Весьма... Весьма неплохо. Рекомендую прям всем, кто любит вот так вот ходить в горах. Потому что здесь периодически вода горная течет. С родников можно набирать. И плюс ко всему покрытие хорошее под ногами. Даже, по-моему, тропинка эта освещалась. Ну, было. Видите, здесь еще и бабочки даже есть. Освещалась изначально. Возможно, вечером освещается. Там еще есть, мне сказали, парк. Дандриологический, что ли, какой-то. И там собраны уникальные всякие разные виды растений. Ну, и тому подобное. Если устали, можно отдохнуть на лавочке. Вот, пожалуйста. Здесь еще, плюс ко всему, сейчас цветут всякие разные растения. И такой запах. Он, во-первых, чистый. Во-вторых, как будто бы я зашел куда-то в магазин. В какой-то цветочный прям аромат такой. Камера, естественно, этого не передаст. Ну, прям круто. Я не знаю, почему оно не популярное. Вот ящерицы здесь живут. Даже людей не боится. Всякие разные цветочки. Ну, никто здесь не ходит почему-то. А я у таксистов всегда спрашиваю. Как там можно еще пройти? Как, куда пройти? Они с удовольствием всегда объясняют. Вот, вот так он идет, маршрут туда за гору. А здесь обрывы. Как всегда. Ну, и там тоже обрыв. И прям вот над обрывом этот маршрут проходит. Ну, круто. Вообще, молодцы, что они его сделали. Даже если вот в каких-то местах нет бетона, обязательно будет покрытие из доски такой террасной, из брусов. И вот, как будто бы я иду по лесу. Мне нравится. Затерянный такой маршрут. Отсюда тоже открывается очень красивая такая панорама. Кактусы растут. Здесь еще плюс ко всему разные иконы. Свечки люди приходят, ставят. Монетки оставляют. И никто не прикасается даже к этому. Вот, друзья, если вы пойдете по тому же маршруту, где я пошел, вы упретесь вот сюда, в старый Тбилиси. И вот там, собственно, была телевышка, это телебашня. Я пришел оттуда, там, где Рэдисон, еще дальше. И там, за поворотом, должен быть этот памятник. Где-то там. Тоже, видите, здесь все изрисовали, стекла побили. На первый взгляд, вроде культурные такие люди. А зачем стекла-то бить? Панорама здесь, конечно же, безупречная. Вот сколько вы будете по этой идти, по этому маршруту, столько раз будет вам Тбилиси поворачиваться какой-то своей новой стороной. И вот сейчас я прохожу старый город. Здесь находился раньше город Тбилиси. И вот эти вот все здания, они вот так вот разворачиваются, поворачиваются. Что-то новое открывается. Вот там дорога, по которой я сегодня ездил. Вот он, собственно, памятник. Мать Грузия. Сюда также можно заехать на машине, но намного интересней. Я думаю, будет сделать это пешком. Потому что, во-первых, для здоровья это интереснее. Во-вторых, очень красивый маршрут, такой яркий, красочный. И я вижу, она в одной руке, по-моему, держит чашу. А в другой руке меч. Кнут и пряник. Очень много людей с Индией. И я не знаю, с чем это связано. Прям очень много. Именно не студенты, а туристы. Потому что в российских городах я видел индийцев. Именно которые студенты там. Или еще что-то типа это учились. Вот это вот, по-моему, итальянские кипарисы растут. Очень красивые деревья. Такие высокие, стройные. Вот. Да и не только, я думаю, не только с Индией много людей. Вообще, просто, наверное, со всего мира много туристов. Абсолютно разные языки здесь можно встретить. Здесь, друзья, значит, еще одна канатная дорога. И вот как раз-таки вот ботанический сад, про который я вам говорил. И можно туда сходить, кстати. Вот на английском языке. Уникальные, в общем, здесь всякие растения. Там бабочки и все такое. Но он, на самом деле, очень большой, этот сад. И давайте посмотрим. И я так понимаю, что здесь тоже есть лестница. И можно продолжить трекинговый маршрут. Я зашел где-то вот там. Где-то вот там, вот там, вот там. Я не знаю даже где, этот очень далеко. Ну, кажется, отсюда, что очень далеко. Я помню, я здесь ездил. Ну, наверное, если по прямой, километров пять точно я отошел от отеля. А, вот здесь вот можно продолжить трекинговый маршрут, спуститься. Что здесь? А, ну здесь вот, собственно, как раз-таки есть этот сад. Я думаю, в нем тоже очень много времени можно гулять и провести тоже. Сейчас я буду спускаться. Я так понимаю, будет тоже очень много смотровых площадок. Ну, я думаю, я где-то примерно около 10 долларов сегодня сэкономил на вот этих вот канатных дорогах. Ну, и плюс ко всему еще калории сжег. Кстати, в Грузии, как и у нас, в Казахстане, очень много растет вот эта шелковица или шелковник. Он очень вкусный и полезный. Он нормализует давление, и они бывают синие, бывают зеленые. Можно вот открывать и кушать. Сейчас у меня на участке такой растет. Даже не один. Один растет, а второй из семечки вырос. Круто, что здесь у них есть такой вот трекинговый маршрут, который вот так вот по горам прям проходит. И вы можете пройти, посмотреть все. Здесь еще ресторан есть возле смотровой площадки. И это очень полезно для здоровья на самом деле. Потому что он такой плавный, щадящий. Вроде в набор высоты идет нагрузка, но она как-то не чувствуется. Вот этот мост Тоши. По-моему, мост мира или еще что-то. Я не помню, как он называется. А вот эти вот трубы, я не знаю, что такое. Интересно, я тоже знаю. Какая-то древняя крепость. Историческое какое-то место. Потому что вот я вижу здесь вот смотровые башни есть Тоши. Я думаю, что это принимало участие в защите города. Да еще даже до старого города эта крепость здесь по всей видимости была. То есть я прямо сейчас вообще оказался в самой, что ни на есть, исторической части Тубелеси. Ну и Грузии, соответственно. Здесь, друзья, тоже такое интересное место, любопытное. Я его сегодня проезжал. Вот берег реки, там метров, наверное, 50. Скальное такое основание, обрыв. И прямо на этой обрыве дома, 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 дома. Здесь остановки стоят очень долго. Красиво выглядит и эффектно так. Это, друзья, бани. Бани древние или какие? Короче говоря, это бани и спа. В общем, туда можно зайти, помыться в этих банях. Исторические места. Исторические бани. Ну вот еще на машинах как-то сюда заезжают. А, платная парковка здесь есть. Да, это вот на Рикола Фортлесс. То есть здесь сейчас в данный момент церковь. А когда-то здесь было укрепление. Ну и замок, соответственно. Не лезьте сюда ни в коем случае на машине. Потому что здесь вот такие вот резкие подъемы. Очень резкие. Просто невероятно резкие. Камера не может показать. И вот этот вот камень, он с одной стороны скользкий. С другой стороны острый. И узкие улочки. Здесь тяжело будет разъехаться. Лучше где-то припарковать внизу машину. А потом сюда приедем пешком. Здесь еще есть несколько мостов. Так называемых мостов любви. Там прямо остались бани. И вот здесь вот за спиной. За спиной у меня бани. И вот здесь вот прямо есть такая дорога. Через мостики. Через мостики постоянно идет к водопаду. Я бы, честно говоря, даже не узнал об этом никогда. Если бы не девушка, которая продает сок. У нее казахстанский флаг. Она продает сок. Я говорю, вы из Казахстана? Она говорит, да. И в общем она приехала туристка и осталась здесь. Стоит, продает сок. Мы с ней разговаривали. Она говорит, сходите вот к водопаду. А так я бы, наверное, и не нашел бы даже никогда это место. Здесь в ущелье очень красивый водопад есть. Дерево здесь растет. Очень много замочков везде они наклеили. И вот, собственно, этот водопад. Я думаю, когда идет дождь, здесь еще больше будет воды. И вот эти вот, как они любят, прямо на самом краю балконы строят. Смотровые площадки. Все горные люди в Турции, в Грузии, они прямо это обожают. Здесь апартаменты еще можно и плюс ко всему в аренду снять в этих домиках. Прям на обрыве. Здесь очень много баней. Там можно отдельные снять, типа номера. И, к счастью, у меня в отеле есть спа. И я могу бесплатно там ходить в баню. Мороженое из вина. Из вина. Все делают, даже мороженое. Интересно, только как его замораживают. А это счетчики. Вот так они стоят на улице. И контролер может подойти и посмотреть. Друзья, когда будете в Тбилиси, обязательно загляните вот в этот ресторанчик. По Санаури. Я перед тем, как сюда зайти, у многих поинтересовался местных. Именно местных таксистов. Ну, всех, кто здесь работает. У нескольких людей поинтересовался, где они кушают хинкали. Они все сказали, вот на это место указали. И на самом деле, всего лишь 10 лари стоят у них хинкали. Очень вкусно. Вот здесь, например, на балконе голубятник. Просто целая стая какая-то голубей живет. Они вроде бы породистые, но все равно. В общем, вечером здесь начинается ночная швесть. Все бары, рестораны кипят, кишат. Все на Чиле, на Рослабоне. Работать никто не хочет. Все кайфуют, кушают и кайфуют. Друзья, это серое здание, которое я видел сегодня. Оттуда, потом был там. Потом вот это здание, скала тоже новое я видел. И посмотрите, отель начинает потихонечку забиваться. Витком. Но нужно отметить, что к вечеру они снизили цены примерно на 20%. Ну, не на такие номера с балконом, а на обычные, на стандартные номера. То есть они стали примерно на 20% меньше стоить. Еще в той части Тбилиси я не успел побывать. Наверное, завтра туда. Когда поеду в сторону Батуми, уже там окажусь. Русскоязычные два автобуса. Русскоговорящие. Экскурсию привезли. Русскоязычные два автобуса.